Прийти на помощь могут не только те, кто делает это по долгу службы. Герои есть и среди обычных людей. Двое путейцев спасли человека во время пожара в жилом доме. Железнодорожники, рискуя собой, проникли в полыхающее здание и до прибытия огнеборцев вынесли оттуда мужчину. Путейцы Игорь Стишенко и Сергей Вагизов в бригаде на хорошем счету. Коллеги о них отзываются, как о людях ответственных и обязательных. А начальство хвалит, мол, дело свое Игорь и Сергей знают и справляются с ним отлично. В день, когда произошло ЧП, мужчины, как обычно, работали на путях станции Шонгуй, меняли ремкомплект. Утро было морозно, игрался где-то 16-17, темно, соответственно, так как мы живем на севере тут. Бригада ушла к месту работы, мы с моим напарником, с Игорем, остались на неопределенное время, чтобы подготовить еще инструмент, которого там не хватало или еще что-то там уже, как обычно, текучие рабочие дня. И в этот момент, как бы мы уже все подготовили, я пошел мастеру сообщать, что мы собираемся отбыть на место работы. Как в этот момент, ну, как бы не очень все было понятно. Такое ощущение, кто-то смачно топит печку. Из деревянного дома неподалеку от путей валили клубы дыма, а потому железнодорожники решили проверить, все ли в порядке. Когда подошли к зданию, пламя уже рвалось из окон. Внутри кто-то звал на помощь. Мужчины сразу же вызвали пожарных, а сами бросили спасать терпящего бедствия. Погорелец к этому времени надышался угарным газом. Слышали какие-то голоса, крики о помощи, что, мол, горю, вызовите пожарных. Ну, соответственно, мы ему объяснили, что мы уже вызвали пожарных, мол, иди сюда, мужик, где ты есть? Есть кто в доме, нужна какая помощь, там, как, что, можешь кого вытащить или с кем-то здесь. Вот, ну, что-то прообумел невнятно, и как бы видно, что была открыта дверь, и исчез человек, обратно зашел в огонь. Вот, все было в дыму, мы кричали, подбегали, пытались его отозвать, обратно выдернуть этого мужика. Как оказалось, пожилой мужчина пытался спасти свой автомобиль, но не успел. Путейцам выносить пострадавшего из огня пришлось буквально на руках. К тому времени самостоятельно идти он уже не мог. Следом за спасенным железнодорожники вытолкали и автомобиль, припаркованный к пристройке. На нем двое героев доставили пострадавшего в пункт обогрева, а затем предупредили прибывших на место спасателей о том, что со слов спасенного в доме находится газовый баллон, который может взорваться. Чисто по-человечески они поступили правильно. Это, в принципе, каждый должен был сделать и считать, что это не поступок геройский, потому что они рисковали своими жизнями. Сами железнодорожники уверены, ничего героического они не сделали. Поступили, как подсказывала совесть. За проявленное мужество и находчивость при спасении пострадавшего на пожаре Игорь Стишенко и Сергей Вагизов представлены к наградам. Документы уже направлены в Москву.